Приветствую вас, давайте разбираться с тем, что вы написали. Значит, вашему сыну почти 13 лет. Это подросток. Как известно, подросток в этом возрасте начинает интенсивно развиваться, пытается обрести свою самость, отдаляется стремительно от своей семьи, активно противоборствует, противоречит, в общем-то, выражает процесс и так далее, и так далее, и так далее. Для ребят этого возраста характерным является желание принадлежать к определенной культуре, желание принадлежать к определенной группе. И для людей, опять же, подросткового возраста характерны, ну, всякие объединяющие атрибуты, знаки, слова, то есть всё то, что указывает принадлежность человека в какой-либо группе. Потому что это очень важно подростку, впервые делающему какие-то шаги в своей жизни самостоятельно. В данном случае некрасивые сленги, плохие и резкие слова, все кроме нецензурной брани и нецензурной брани, являются нечемным, как данные атрибутики. То есть не значит ничего. Вы говорите плохие и резкие слова, это ваша субъективная оценка, вы говорите некрасивые сленги, это тоже ваша субъективная оценка, вы считаете, что эти слова неприемлемые, это уже немножечко другая история. Но, подросток, судя по тому, что вы, ну, судя по тому, что вы пишете активно, нуждается в какой-то вот своей, значит, собственной принадлежности, какой-то своей собственной группе, в которую он сейчас приходит и продвигает, которую он сейчас продвигает. Иными словами, вы, выражая свой процесс против его слов, по сути дела, укрепляет его мысли о том, что противоречит это хорошо. Потому что он получает в некоторой степени от вас внимание, то самое внимание, которое ему нужно. Вот. Затем получает от вас, как раз таки, подавление, что, в общем-то, ему может легко заменить ваше внимание. Вот. Дальше. Вы пишете. Сами так редко говорим, но говорите, и, скорее всего, вы подавляете это в себе. Потому что, опять же, ребенок подросток, это отражение взрослых, и если ребенок стал это делать, значит, он выращает то, что хотят его родители. Хотят, но в себе не позволяют. Поэтому, простите, но здесь, я бы сказал, нужно анализировать именно отношения, скорее, в вашей семье, нежели чем самому подростку от чего-то там отвечать. Сталя. Вы используете такие вещи, как некрасиво, невоспитанно загрязняет речь, разрушает самого человека. Вы не показываете ничего, вы не демонстрируете подростку ничего, что могло бы указать ему на реальный вред того, что он делает. Ваши слова, которые вы используете, ваши эпитеты, которые вы используете для того, чтобы показать, что это плохо, то, что он делает, то, как он себя ведет, не несут за собой ничего реального. Подросток не видит реального вреда от того, что он говорит. Кто-то некрасиво, а кто-то сказал, его группа это одобряет, что это невоспитанно, а кто-то сказал, его группа это одобряет. Грязняет речь, а в чем плюс речи без этих слов не совсем понятно. Разрушает самого человека, это вообще слишком сложно для мальчика 13 лет. Вот. Да и, если честно, мне как-то странно, чем эти слова разрушают человека. Вот. Дальше. Доходим до того, когда маму, бабушку или дедушку посылают нафиг, получают по губам. На самом деле, вам важно смотреть не на форму того, что говорит подросток, а на смысл, на содержание. Почему подросток посылает бабушку, дедушку или маму нафиг? Почему он так делает? Может потому, что у него нет отца? Где отец? Где мужчина адекватный? Адекватный мужчина, который бы подростку важен. В подростковом возрасте особенно важно для мальчика иметь крепкую, четкую мужскую фигуру, которой, судя по всему, нет. И ответ на агрессию, которая проявляется, это безусловная защита своей самости подросток, озабочен тем, чтобы себя защитить. И чем больше вы будете подавлять, тем больше он будет к этому стремиться, тем более привлекательной будет для него такая форма речи. Поэтому рекомендации здесь такие. Проанализировать отношения в семье. Отношения должны быть более искренние, более честные, более эмоциональные. Это первое. Второе. Присвучиться к новому попроску. Постараться увидеть, чего он хочет. Не обращать внимания на слова. Вообще не обращать внимания на слова. Значит, наладить с ним отношения. Просто наладить с ним отношения, чтобы он вам доверял. Все это вам не доверяют напрочь. По поводу слов выражать через я сообщения, об этом почитайте в интернете. Грусть и разочарование. По-другому. Тем, что он делает. Но не используйте репрессию. Это точно могу сказать. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...